Ну я пока обошла 5 подъездов. Это же наши жители. Ну кто их защитит, кроме меня? Особенно пожилые люди, которые уже, знаете, такие, которых можно обмануть. Я их категорически предупредила. Без моего ведома не подписывайте ни одной бумаги. Иначе вам пришли подсунут бумагу, кредитный договор. И вы даже знать не будете, вы же не читаете, что вы подписываете. Звоните мне, я буду приходить и разбираться. Для Анны Михайловны, впрочем, предостережения уже запоздали. Излишняя доверчивость обошлась пенсионерке в 3000 рублей. Пришел человек в форме и сказал, что давайте будем счетчик менять. Ну деньги взял, а счетчик не поменял. А потом я позвонила в энергоуправление. Сказали, что никто из нашего управления не ходил, не должен был менять. Мошенники и вправду активизировались. Энергетики на днях выступили с официальным обращением к жителям области. При любом взаимодействии с сотрудниками или с людьми, которые выдают себя за сотрудников, лучше всего и необходимо позвонить, обратиться в отделение Челябинергосбыт по контактным данным, которые указаны в квитанциях или на интернет ставите. И уточнить, а нужно ли что-либо производить с прибором учета. И проводятся какие-то работы. Или, может быть, направляли на проверку, на снятие контрольных показаний. Злоумышленники могут представиться кем угодно. Анастасия Александровна недавно выпроводила девушку, которая настойчиво предлагала купить в квартиру фильтры для воды за 25 тысяч рублей. Она только зашла с водоканала. Ну, как не пустить с водоканала? Тем более, девушка молодая. Ну, я ещё сама, в общем-то, ещё в силе работаю, будь здоров, на огороде такой. Ё-ёй-ёй, молодому столько не скопать, сколько мне. Я её и пустила. Она показала удостоверение. Регулярный инструктаж от Алифтины Остапенко наверняка повысит бдительность пенсионеров пятиэтажки. Напоминать соседям об опасности старшая по дому намерена как минимум раз в месяц.